Свято-Троицком Макарьево-Желтоводском монастыре Отметили день памяти основателя обители, преподобного Макария Желтоводского и Унжинского. С раннего утра по воде и по суше к обители устремлялись паломники из Нижегородской области и других регионов России. С духовной радостью и подъемом люди говорили об этом удивительном месте, знаменитом на всю страну. Такой большой праздник. Нижегородская епархия сделала нам подарок. Мы сюда приехали большим автобусом. Нас сюда позвал Макарий Желтоводский. Мы ему читали молебны, акафисты читали. И вот когда все люди молятся, на сердце становится очень легко, хорошо. Вот и очень много добрых людей здесь. Вот и вообще очень хорошо. Для нас Макарий Желтоводский очень дорог. И мы к нему обращаемся и помощь получаем. И это чувствуем, что он с нами. Трудиться здесь, в этом монастыре, это радость. Это для меня праздник. Я была в отпуске, приехала сюда потрудиться. Виноградник полола. У меня здесь подруга моя, Инна Кенетаисия. Она мне сразу послушание вот такое дала. Принимают здесь и очень рады, когда приезжают к ним помочь. Потому что помощь, конечно, нужна. Праздничное богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В одном из старейших храмов монастыря и всей области, Троицком, молились простые прихожане и благодетели, настоятельницы и сестры женских монастырей и митрополии, представители власти, во главе с исполняющими обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. После божественной литургии верующие прошли крестным ходом вокруг обители. В этом красивом большом шествии непременно хотели участвовать все паломники, кому посчастливилось быть в монастыре. Казалось, людской реке нет конца. Крестоходцы с хоровьями уже достигли угловой башни, в то время, когда не все верующие еще вышли из храма. В последние годы в Макаревском монастыре паломников стало больше. Особенно это заметно тем, кто живет рядом. Это родина моя. Первый раз побывал в 82-м году, когда еще мне было 12 лет, мы сюда приплыли, здесь монастырь был вообще разрушен. Поэтому как бы все времена я его помню регулярно, регулярно, начиная с 96-го года я здесь регулярно бываю. Так что как-то вот, ну, все это вспоминается как один день. Очень много народу сейчас стало приезжать. Раньше все-таки очень мало было, а сейчас много очень паломников приезжает, и это хорошо. Смотрите радостные все. На кого не посмотришь, и вот детишки подросли, я помню, они маленькие были, а уже сейчас вон бегают, какие большие. То есть это все-таки быстро на глазах происходит. Из города из Большого приезжаешь сюда в тишину, все равно город разрывает. Кажется, здесь ничего особенного, тихо, спокойно, а на самом деле здесь место очень святое. Такая мощь идет еще из тех веков. Особенно, когда прикасаешься к мощам открытым, человека, который жил, который здесь все обосновывал, это очень такое дает изменения, очень положительные вообще и в сердце, и в душе. Владыка Георгий в своем архипастерском слове обратил внимание собравшихся на огромную значимость традиции памяти и почитания великих русских святых. Во времена преподобного Макария русская земля была еще очень маленькой, слабой, еще находилась под литою иноземного пленения. И вот благодаря таким святым, как преподобный Сергий Гуменрадонежский, святитель Дионисий, преподобный Макарий, преподобный Ефимий и целый сон других святых, которые многие потрудились здесь, в земле Нижегородской, воспитывали и охраняли духовно этого младенца русскую землю, которая потом укрепилась и возрастала от силы в силу. И сегодня это огромная страна от Балтики до Тихого океана. Множество народов, культур, традиций, но у корней, у истоков этой земли лежат наши святые, древние святые русской земли. Мощная крепость, которая помнит несколько веков российской истории. Макарьевский и Желтовудский монастырь переживает сейчас свое возрождение. Здесь спокойно и благодатно. Люди по-прежнему стремятся сюда, чтобы объединиться в молитве и найти защиту великого святого Макария Желтовудского, которого почитают с 15 века до нынешних времен. От Нижнего Новгорода до рабочего поселка Воскресенское ехать два часа. Здесь путешественник попадает в места, которые из-за обилия лесов раньше называли Ветлушской Сибирью. А в середине XIX века Воскресенское – крупное торговое село. Оно славилось своей ярмаркой, которая разворачивалась с воскресенья на понедельник. Ярмарка была очень интересна. Здесь были и конные ряды, здесь были и ряды со сладостями. Продавали все, начиная от зерна, заканчивая крупным рогатым скотом и, например, сапожными изделиями. У наших купцов была одна особенность. Они оба засовывали руки в карманы кафтана и ударяли себя по бокам. Это означало, что сделка прошла успешно и удачно, и ни тот, ни другой не остались в накладе. Ольга Мохотина – директор Воскресенского краеведческого музея. Когда-то он начинался как народный, то есть большинство экспонатов сюда передавали жители поселка. Со временем сложилась экспозиция, благодаря которой можно узнать историю этих мест. Прежде всего, экскурсоводы рассказывают о бывшем владельце дома – купце-лисопромышленнике Сергея Беляева. Его отец был достаточно зажиточным крестьянином, занимался ростовщичеством, скопил деньги и сумел выкупить себя у помещика. Капитал Никонор Беляев передал сыну. Тот купил свой первый участок леса для вырубки и продажи. В те времена многие местные купцы получали доходы от древесины. Когда свежестроганный и смолистый лес шел по ветлуге, он ослепительно белел на солнце, потому суда, на которых сплавляли деревья, называли белянами. Беляна – это уникальное сооружение для своего времени, да и для сегодняшнего времени тоже. Это судно однорейсовое, самосплавное. В длину они были более 50 метров, в ширину – 25. И вот как сторожилы говорили, что по ветлуги плыли целые плавучие острова. Ходили беляны только во время разлива. К моменту вскрытия реки беляны уже стояли готовые, собранные на пристанях. И потом их особым образом сдвигали, и даже, так скажем, река сама их поднимала. Если дно беляны собирался в виде лодки, то весь остальной лес собирался и держался только за счет особой укладки. Естественно, если беляна натыкалась на мель или перекат, то она разбивалась в дребезги. Лес расплывался по всей ветлуге, и собрать его было уже невозможно. Сплавляли беляны как по ветлуге, так и по белой, и по камень, и по волге. Белянам всегда давали зеленый свет, то есть их пропускали вперед, нежели плоты, допустим. С помощью беляны сплавляли до 10 тысяч кубометров леса. Когда беляна приходила в Южный порт, его разбирали полностью до нуля, распродавали все целиком, а плавщики уже сухопутным путем возвращались к себе на родину, что называется. Именно так продавал лес и Сергей Никонорович Беляев. Его усадьба – резной деревянный терем, стоящий на самой высокой точке Макарьевского уезда. Лесопромышленник построил его по моде начала 20 века. Есть версия, что он обратился к Малиновскому, который был архитектором дачи Бугрова в Володарске. Дом окружали три открытые веранды, с которых можно было попасть в усадебный парк. В напоминании о них сейчас остались только двери. А вот две башенки и смотровая площадка на крыше сразу приковывают взгляд. Чуть правее усадьбы на реке находилась верфь, где собирали беляны, так что терраса – не просто прихоть архитектора. Она имела назначение прямое, то есть именно с нее Сергей Никонорович руководил строительством белян, плотов и сплавом леса, то есть не выходя за пределы своего особняка, он поднимался наверх со стаканом чая в руке одной, а в другой руке он держал рупор и сверху командовал своими рабочими. Как свидетельствовали старожилы, далеко по поселку разносились соленые словечки Сергея Никоноровича, если дело шло не так, как ему это виделось. В этих местах беляны строили до 1934 года. На каждом из таких чудо-кораблей работало около сотни человек. Попутно на этих судах сплавляли и другой товар, ведь на ветлуге производили скипидар, деготь, спирт и даже стекло. С 1810 года на реке стояло около десятка стекловаренных заводов, ведь здесь добывали особый кварцевый песок. Беляев также занимался стекольным делом. Для этого он выстроил собственный завод в селе Успенское. Там работало около 60 человек. Это были огромные барачного типа строения, внутри которых находились полусферической формы печи, где плавился песок и все сопутствующие ингредиенты. Вообще уникальность наших заводов состоит в том, что мастера стеклодовы, они, конечно, все были приезжие. Это Владимирская губерния, это Балахнинский уезд. Но вот наши местные воскресенцы всех мастеров стеклодов называли фараонами. Видно, фараоны жили в песках и управляли народом. И мастера стеклодовы, выдувая изделия свои, они тоже управляли этим песком, подчиняли его своей воле и власти. Вот такое вот название за ним было закреплено. Причем, если обратить внимание на нашу посуду, на стекло, которое изготавливалось на заводах, оно имеет такой характерный зеленоватый оттенок. Ассортимент продукции был огромен. Выпускали как оконное стекло. У нас еще сохранилось одно стекло здесь. А вот мастеров, которые оконное стекло выдували, их называли халявщиками, а промысел – халявой. Ну, конечно, далеко халявой он не был, уже к 50-55 годам. И как мастера стеклодовы фараоны, так и халявщики, они становились инвалидами. Надо сказать, что у Сергея Никоноровича были особые купеческие замашки. Он мог позволить себе даже сжечь на спор деньги, заработанные на сплаве. Но, тем не менее, Беляев всегда старался помогать своим работникам. Несколько раз в месяц собирались они купцами и решали, кому и какую сумму денег выделить, кому чем помочь. Они могли дать сумму денег вдове для воспитания детей. Они покупали конную упряжь на пожарную станцию, лошадей. Выделяли средства для организации училищ, учебных заведений. Появились учебные заведения у нас только с середины 19 века, поэтому это было на тот период времени очень актуально. Также давали деньги крестьянам для развития. То есть, если кто-то желал начать какое-либо дело, обращались за судой не в банк, а непосредственно к Беляеву. И если Сергей Никонорович видел, что дело прогорело, он не требовал возврата средств. То есть, вот такой кутило с одной стороны, но очень рачительный хозяин с другой и очень ответственный перед обществом. Возможно, именно такое отношение к небогатым людям сохранило Сергею Беляеву жизнь. После революции его вместе с супругой выгнали из усадьбы, но при этом пригласили управляющим на ставший государственным завод. Умер Беляев в 30-е годы. Все это время рядом с ним была жена Елизавета Петровна. До свадьбы она работала экономкой в доме Сергея Никоноровича, и их брак в поселке не одобряли. Тем не менее, женщина стала достойной спутницей жизни купца. Она была помощницей Беляева в делах, вместе с ним участвовала в сплавах и поездках. Память об их союзе сохранилась благодаря странному источнику. Небольшие сведения нам достались об их судьбе из записок НКВД. Когда Сергей Никонорович умер, Елизавету Петровну практически ежегодно вызывали на допросы, брали с нее расписку о невыезде и брали свидетельские показания о том, почему она вышла за него замуж. Буквально 2-3 строчки, но они дают представление о том, как они проживали. От старых владельцев дома осталось мало фотографий или каких-то семейных вещей. В музее можно увидеть платок Елизаветы Петровны, чашку из сервиза и салфетку, вышитую ею. Особые воспоминания о Беляевых хранит потолок усадебного дома. Не в каждом купеческом доме встретишь потолочную роспись. Здесь у нас она представлена в нескольких вариациях. Есть сведения, что потолок каждой комнаты был расписан особым образом. Например, потолок вот в этой большой зале он сохранил в углах росписи сплава леса. То есть здесь 3 времени года показаны и в каждом фрагменте показан определенный этап сплава леса. То, чем жил Беляев, то и попросил изобразить. Есть сведения, что в центре этого потолка была псовая охота запечатлена. Еще одна комната, мы сейчас только предполагаем, где она была. Там был потолок расписан на духовную тему. Ангелы были расписаны на потолке. Возможно, там стояли иконы. Находился, ну, не церковь, конечно, домашняя, но, возможно, с веделкой, где вот молились, где ставили иконы, где зажигали свечи Беляевы сами. Потому что все-таки люди были безусловно верующие. Ну, и размещение самого дома об этом говорит. Построен он недалеко от нашего храма Воскресения Славущего. Место такое знаковое. За тот век, что усадьба живет без своих хозяев, в ней размещался райком партии и детский дом. Только в 1977 году здесь был организован музей. И до сих пор его сотрудники хранят память о тех, кто жил и работал в этом замысловатом тереме на берегу Ветлуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова